Погоду экономическую обсуждали и делали на неделе в Астане на саммите ЕАЭС. Там как раз решали, как сделать ее абсолютно безоблачной. Принимал гостей президент Назарбаев, первым подъехал президент Путин, и журналисты отметили, хозяин и гость ушли сразу поговорить глазу на глаз. Остальные гости подтянулись позже и ждали за небольшим столом, когда за большой пригласят. Мой коллега Михаил Акинченко просмотрел списки сделанного и не сделанного за два года существования ЕАЭС, чтобы понять, куда расти дальше, ломая барьеры, чтобы это было взаимоудобно и выгодно. В ответ на просьбу рассказать, как изменилась работа его сыроварни после вступления Армении в Евразийский экономический союз, Асатура Рутюнян ведет на склад готовой продукции. Лучше один раз показать. Сыры рассольные по национальным рецептам и полутвердые европейских сортов теперь надолго здесь не залеживаются. Через несколько дней, не потеряв свежести, они окажутся на столах покупателей не только в Армении, но и в России, куда завод отправляет свою продукцию вот уже больше 15 лет. Если мы прежние годы в Россию отправлялись, продолжалось около двух недель, сейчас этот процесс не более пяти дней. Меньше стало время и средств тратиться на оформление разных документов, сертификатов, справок и прочее. Как выглядят сегодня торговые потоки между государствами Евразийского экономического союза можно увидеть на любом погранпереходе. Внутренние границы, конечно, остались. Но теперь здесь вместо прежних, порой многодневных очередей, лишь короткая остановка для проверки документов. Простая формальность. Бюрократии меньше. Результат, как говорится, налицо. Многого удалось достичь в деле сокращения взаимных барьеров на пути свободного движения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов. Напомню только, что из выявленных на этапе подготовки договора по Союзе 422 торговых ограничений, более 80 уже устранено. Еще около 30 находятся в процессе отмены, а 16 должны быть ликвидированы в течение текущего 2016 года. Встреча главгосударств на неделе в Астане. Разговор о том, что еще можно сделать для того, чтобы максимально использовать возможности, которые дает новое объединение. Пять стран. Россия, Казахстан, Белоруссия и присоединившиеся чуть позже Армения и Киргизия. Вот уже полтора года живут в одном союзе. в Евразийском. 182 миллиона человек и шестое место в мире по экономическому потенциалу, который на самом деле еще только предстоит раскрыть. Объединенный рынок Евразийского экономического союза обязан стать связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом. Свободное передвижение товаров, услуг в рамках нашего союза соответствует инициативе экономического пояса шелкового пути, выдвинутой китайским руководством. Впрочем, свобода и экономическая открытость еще не означает, что страны-участницы должны поступаться собственными национальными интересами. Далеко не все барьеры оказались преодолимы, отметил белорусский президент. Наш внутренний торговый оборот только падает. В 2012-2013 годах он был на уровне 65 миллиардов долларов. В 2015 году всего 45 миллиардов долларов. Видимо, не все позиции договора соответствуют современной ситуации в экономике и нашим ожиданиям. Во-вторых, нереализованной остается инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государственных односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. Это был явный уплек в адрес России. Известно, что именно через территорию Белоруссии многие европейские страны пытались продолжить поставки продуктов питания в нашу страну в обход ограничений, введенных в ответ на антироссийские санкции. Эту лазейку для европейских товаров, на упаковках которых в Белоруссии просто меняли наклейки, Россия в итоге перекрыла. Владимир Путин напомнил, Евразийский Союз — это прежде всего новые возможности для развития внутреннего рынка и производства. Перспективно видится подключение государств Союза к программе импортозамещения, проводимой в России. Мы приглашаем всех наших партнеров к совместному производству оборудования и комплектующих более чем в 25 отраслях, включая машиностроение, электронную и легкую промышленность, сельское хозяйство. Да и слова о том, что торговля между странами Евразийского Союза упала, можно назвать верными, если только вести расчеты в долларах. Но, как известно, за прошлый год и курсы национальных валют во всех пяти странах тоже снизились. А вот реальных товаров продавать все же стали больше. Доля взаимной торговли совокупно растет уже второй год подряд. И, во-вторых, действительно, это тоже серьезный позитив. Растет процент несырьевой торговли внутри Евразийского Союза. Доля машиностроительной продукции разного рода в торговле за последний год выросла с 15 до 18%. Хорошей поддержкой для промышленности станет и общий рынок нефти и газа, который должен появиться в ближайшие 10 лет. Низкие цены для всех участников Евразийского Союза за счет отказа от таможенных пошлин и удешевления доставки. Еще раньше начнется создание единой энергосистемы. К 2019 году должен быть сформирован общий рынок электроэнергии. Утверждена его концепция. Начата подготовка соответствующей программы. По оценкам экспертов, реализация этой задачи обеспечит дополнительный прирост ВВП государств-членов Союза в размере 7 миллиардов долларов. Откуда такая выгода, можно пояснить на следующем примере. В казахстанском Экибастузе благодаря дешевому углю избыток электроэнергии, в то время как быстро развивающиеся западные области страны испытывают настоящий электрический голод. Тянуть линии через весь Казахстан слишком затратно и неэффективно. Строить на месте тоже дорого. Закрыть дефицит проще и дешевле излишками из российского Поволжья. А из Экибастуза отправить энергию на Алтай, где ее не хватает. Именно так в свое время строились и работали электрические сети в Советском Союзе. Значительный смысл всего этого состоит в том, чтобы восстановить производственные цепочки, в которых мы все участвовали. То есть сделать нашу прежнюю связанность друг с другом в рамках Советского Союза нашим козырем, нашим преимуществом в конкурентной борьбе в современном мире. Уже до конца этого года появится общий рынок лекарств и медицинских изделий. И здесь вопрос не столько экономический, сколько социальный. Доступ к новейшим разработкам фармацевтов получат все жители Союза. Вот эти общие правила, которые сейчас возникают в Евразийском Союзе, экономическом Союзе, они на самом деле позволят унифицированно подходить к регистрации, к допуску на рынок. То есть мы приводим все нормы и требования к единообразию. Причем эти требования сразу приводят в соответствие и с международными стандартами. С прицелом на то, что из Евразийского Союза лекарства, как и многие другие товары, будут экспортировать. Куда? Вопрос, ответ на который можно дать уже сегодня. Соглашение о создании зоны свободной торговли подписано с Вьетнамом. Интерес к новому объединению проявили Египет, Израиль, Иран, Индия, Китай, Южная Корея, Камбоджа, Эквадор, Перу, Чили. И этот список не окончательный. Михаил Акинченко, Надежда Каширская, Ливон Григорян, Виталий Зайцев, Первый канал.